И здесь всё по фэншую, потому что корабль приносит удачу. А это для чего? Чтобы видеть, не прячется ли студент за углом. Точно. Хороший размер классов. Не очень большие, не очень маленькие. Да. Мне идёт? Хокус-покус. Получить магистерскую степень в китайском ВУЗе на территории Англии. Звучит чудесно. Такую возможность предоставляет пекинский университет, который открыл своё подразделение вблизи британского города Оксфорд. Подробнее же о нём и его программах магистратуры мы расскажем в этом ролике. А также проведём вам большой тур по филиалу Peking University Business School. А перед началом хотим вам предложить подписаться на наш канал. На нём вы найдёте много полезной информации об учёбе за рубежом. Готово? Yes! Тогда начинаем. Дорогие друзья, добро пожаловать в бизнес-школу Пекинского университета, филиал Пекинского университета, который находится в Оксфорде. Хочу вас познакомить с Джеклин. Менеджер студенческого опыта этой бизнес-школы. Тван, представитель и русскоговорящая Дагина, с которой я познакомился тоже сегодня, тоже представитель Пекинского университета. И сегодня мы погуляем по кампусу. Джеклин нам всё покажет. А вы говорите по-русски? Нет. На здоровье! На здоровье! На здоровье! Это хорошая фраза. Джеклин, могу я вас научить русскому? Можете. Пожалуйста, повторите за мной. Добро пожаловать в нашу бизнес-школу. Что вы только что сказали, угадайте. Добро пожаловать? Да, молодец, хорошо. Ну, идёмте. Это главный вход. Да, это главный вход. Мы называем его атриум. То, что мы здесь делали, так это совместили старое и новое. Когда открылась эта школа, этого здесь не было. Понятно. Школа сама это построила. Это хорошая идея. Так много света, не правда ли? Да, верно. Это замечательное пространство. Что-то типа рецепции. Когда-то у нас здесь даже проходила свадьба. Правда? Стивен, повторяй за мной. За мной. Да, здесь очень мило. Очень много света. А кто женился? Возможно, выпускники вашей бизнес-школы? Нет. Ну, может быть, в будущем. Это была дочь одного из наших соседей. Понятно. А что за корабль? Корабль — это подарок от китайского строительного банка. И здесь всё по фэншую. Потому что корабль приносит удачу. Поэтому его подарили. Это был профессор Лю. Работники банка закончили курс. И затем уехали в другие страны. Интересно. Да, это был подарок. Давайте пойдём дальше. Иногда студенты здесь в бадминтон играют. Да ладно? Мы всё убираем, и они используют это пространство, чтобы поиграть в бадминтон. И теннис. Это наш корабль. На этой неделе проходят очень много мероприятий. А это главный лекционный зал. Здесь студенты посещают лекции. Здесь много места. И также есть два экрана. На каждой стороне. Студенты сидят здесь. А профессор будет где-то здесь. Да, верно. И будет говорить. Хорошо. Кто знает, что такое свод-анализ? Да. Вы знаете, что это? Конечно. Сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Верно. Здесь есть определённое ощущение лекционного зала, потому что здесь высокие потолки. Здесь появляется это чувство. Да, благодаря этому пространству. И звук другой. Верно. Могу я спросить? Все лекции записываются, и потом есть в доступе у студентов? Да, многие лекции записываются. Это очень хорошо. Очень. Британский кампус ведущего китайского вуза открылся в марте 2018 года. А через три месяца его посетил сам британский принц Эндрю. Он признал, что этот филиал Пекинского университета – отличное место для людей, желающих узнать больше о китайской экономике и курсе развития страны. Британские, европейские и другие иностранные студенты освоят здесь необходимые деловые навыки перед переездом в Поднебесную. А китайские студенты получат богатый международный опыт. А сейчас давайте пройдем в следующую аудиторию и узнаем, по каким именно магистерским программам здесь можно обучаться. А это наш компьютерный зал. Там по-прежнему проходят строительные работы. Хорошо. Вот компьютерный зал. Замечательно. Здесь студенты могут приходить и учиться. А какие у вас есть модули? Наверное, маркетинг. Корпоративные, финансы, менеджмент, маркетинг. Бухгалтерия? Да. Достаточно много модулей. И также будет китайский. А сколько у вас студентов? На данный момент на кампусе у нас 31 студент. А вместимость? Раньше было 40-50 студентов. Да. Но на данный момент из-за ковид многие студенты из Китая не могут приехать. На данный момент здесь только иностранные студенты. Очень мило. И очень милый балкон в том числе. Красиво, не правда ли? Столько дерева. А насколько кампус большой снаружи? Наша территория около двух акров. Два. Здесь открытое пространство и также тропинка, которая ведет к озеру. У нас есть озеро. И озеро у вас есть? Да, есть. И можно погулять вокруг территории. Там очень красиво. А где живут ваши студенты? У нас есть студенческое общежитие. Будет интересно его увидеть. На данный момент 10 комнат. Некоторые из них двухместные. И также студенты останавливаются в Оксфорде, если они сами находят себе жилье. И ездят на автомобиле? Нет, у нас есть трансфер. Хорошо. Их забирают каждый день. И везут обратно. Хотите виртуально прогуляться по красивой территории кампуса и увидеть озеро, о котором нам только что рассказали? Да. А заглянуть в общежитие вуза и оценить комнаты студентов? Да. Тогда обязательно после просмотра этого выпуска переходите на вторую часть нашего большого тура по филиалу Пекинского университета. Ссылку для удобства прикрепим в описании. Если студенты хотят воды, сделать чай или кофе, то для этого у них есть такая кухня. Очень многие студенты пьют горячую воду. Да, поэтому там есть бойлер с горячей водой. И также кухонное оснащение. Это очень популярно в Азии, не так ли? Да, верно. Я и сама пью много горячей воды, если честно. Я просто пью много воды. Горячей и холодной. Раньше это был класс. Но на данное время мы используем его как тренажерный зал. Потому что с того момента, как я стала менеджером студенческого опыта, я создала классы упражнений для студентов два раза в неделю. У них есть персональный тренер. Помогает бороться со стрессом. Прошлым вечером у нас была тренировка. Очень хорошо заниматься спортом с другими людьми, не так ли? На мой взгляд, это так важно. Да, чтобы был этот социальный аспект. Верно. Поэтому по вторникам и четвергам у студентов есть персональный тренер, который приходит, и они занимаются спортом. Знаете, это тоже сложная работа. Я вернулась в тренажерный зал просто, чтобы увидеть людей и вместе заниматься спортом. Знаете? Да. Поэтому на данный момент это место для спортивных занятий. Хороший размер классов. Не очень большие, не очень маленькие. Да. Это дает такую индивидуальную атмосферу для студентов. Да, верно. Я был во многих университетах, и некоторые лекционные залы, они просто огромные. Да, да. Преподаватели вынуждены использовать микрофоны, чтобы их услышали студенты. Это правда, потому что залы очень большие. Возвращаемся на ресепшн. Это наша общая комната. Здесь можно просто посидеть в тишине. Привет, Уильям. Все в порядке? Мы можем зайти на секундочку? Да. Хорошо, спасибо. Это общая комната, где можно посидеть в тишине и поучиться. А это один из наших студентов. Уильям. Вам нравится учиться, Уильям? Да. Но не прямо сейчас, потому что я пытаюсь решить задачу. Да. Здесь очень удобные кресла, если захочешь посидеть и отдохнуть. То есть Уильям будет учиться один год здесь, и затем... Уильям на втором году обучения. Я собирался поехать в Китай. Хорошо. Но я был здесь в прошлом году, и ситуация изменилась. На данный момент я остался здесь. Понятно, но ты надеешься поехать в следующем году? Да. Да, я думаю, что все студенты хотят поехать в Шэньчжэнь. Конечно. Все зависит от политики государства и ситуации всех контролей. А ты был в Шэньчжэне? Я не жил именно в Шэньчжэне, но жил в Азии. Восемь лет. Великолепно? А где? Четыре года в Японии, и на Тайване четыре года. Здорово, но теперь хочу поехать в Китай. Каждый абитуриент, который планирует поступать в пекинскую бизнес-школу, должен получить степень бакалавра в одном из признанных университетов или колледжей, а также иметь соответствующий опыт работы не менее одного года. Обо всех таких особенностях мы всегда обязательно рассказываем на наших бесплатных консультациях. А еще помогаем с выбором учебных заведений, выбором учебных программ, специальностей, подготовкой к поступлению, помогаем с визами и многим другим. Свяжитесь с нами по ссылкам в описании, и мы непременно поможем и вам. А пока обратно к нашей интересной экскурсии. А это еще один студент. Он на первом году обучения. А откуда вы? Я из Непала. Из Непала? Хорошо. У вас очень много национальностей, не так ли? Да. Откуда ваши одногруппники? Назовете страны? Некоторые из Италии, из Японии, Испании, Германии, Франции. Надо же! Есть два человека из России. Вы здесь как большая международная семья? Да, конечно. Вы вместе готовите? Я сам живу вне кампуса, но иногда мы остаемся на какие-то посиделки вечерами. Две недели назад был вечер пиццы. Хорошо. Да, было весело. Вы планируете поехать в Шэньчжэнь? Я надеюсь. Если китайское правительство откроет границы, конечно же. Мы все очень этого хотим. Но не на данный момент. Это мой первый год здесь. Поэтому надеюсь, что к 2022 я смогу поехать. И мне очень хочется поехать в тот кампус. Хорошо. Интересно. Просто из любопытства. Как вы узнали о Пекинском университете? И об этом опыте трансфера? Во время моей работы, а у меня был трехлетний рабочий опыт перед тем, как я сюда приехал, мы очень много взаимодействовали с китайскими компаниями. И таким образом я узнал больше о Китае. Начал изучать информацию об университетах и нашел, что Пекинский – это лучший университет. Поэтому я подал документы. А этот кампус больше ориентируется на применение и на карьерные возможности. Поэтому я подал документы, и мне повезло сюда поступить. И вот я здесь. Стоит отметить, что Пекинский университет делает все, чтобы помочь своим студентам установить деловые связи со специалистами и руководителями компаний из Китая. А после окончания программы MBA ребята могут получить финансирование для создания собственного дела. А эта комната подсвечивается. Здесь очень много света. И опять же, это одна из классных комнат, которые мы используем для студентов. Для более маленьких групп. Как семинарная комната, да? Да, как семинар. Иногда иностранные студенты приходят сюда, чтобы поучиться, если в общей комнате много людей. Поэтому это дополнительная комната для учебы. А это комната Баркли, которая названа в честь Лорда и Леди Баркли. Она еще больше. И у нас здесь стоит экран, обычно. Но сейчас его перенесли в лекционный зал, потому что мы готовимся к завтрашней конференции. Надо же, здесь здорово! Здесь будет классно, когда стемнеет. У нас есть диско здесь. Давайте сделаем так, чтобы было еще более зловеще. Здорово! Мне очень нравится! Это культурный опыт для студентов, потому что многие наши студенты никогда не праздновали Хэллоуин. Мы будем вырезать тыквы. И также будет приз за лучшую тыкву. Будем играть в игры. И будет что-то типа дискотеки. Мне идет? Хокус-покус! Каждую неделю мы стараемся организовывать что-то новое для студентов. Это хорошо, кроме того периода, когда у них экзамены. Потому что на следующей неделе будет неделя повторения. И потом экзамены. Поэтому мы ничего не организовываем еще две недели. А это кухня для персонала. И, кстати, здесь есть запасы алкоголя для вечеринки. Для дегустации. Но у меня с алкоголем разговор короткий. Я его не... Надо нам организовать вечеринку. Это для учителей. Там еще туалеты. И также еще один справа. Хорошо. А это для чего? Чтобы видеть, не прячется ли студент за углом. Точно. Когда студенты выходят из кухни. То есть, когда ты выходишь, нужно убедиться в том, что никто не бежит по коридору. Мы таким образом следим за людьми. Это весело. Чтобы убедиться, что ты нормально выглядишь перед тем, как выйти к студентам. Да, да. Это весело. Я даже не заметила, пока вы не обратили внимания. Но это странно. Управление дорожным движением. Совершенно верно. Здесь фотографии. Да. У вас проходил выпускной. В прошлом году, к сожалению, остался на выпускной только один студент. Из-за ковид. Но мы провели церемонию. Но это некоторые из мероприятий, которые посещают студенты. А это все работники Китайского строительного банка. А сейчас мы поднимемся по длинной винтовой лестнице на крышу здания. Посмотрим, какие оттуда открываются виды. Так, мы на крыше бизнес-школы Пекинского университета, друзья. И вот открывается такой вид отсюда. Когда этим владел лорд Баркли, здесь было его гольф-поле. Но сейчас оно в руках национального траста. Раньше играли в гольф. Он играл. У них раньше были деревянные клюшки. Понятно. Ну, классно. Супер. И студенты могут бегать. Да. Или гулять. Конечно. А с той стороны Оксфорд. Очень красиво. Да, Оксфорд. Оксфорд славится своими пешими маршрутами. И также у нас здесь заповедник. Недалеко. Все, что нас окружает. Площадь всего кампуса составляет 15 акров. Это примерно 607 соток земли. Не обещаем, что покажем вам всю территорию, но парковую зону, а также общежитие филиала вы сможете увидеть в следующей серии. Этот же выпуск подходит к концу. Спасибо за внимание, лайки и комментарии. Ждем вас не только на канале и на наших социальных сетях, но и на личных консультациях. До скорых встреч, друзья. Пока. Авторский канал Адиль Ермека. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Учить английский вместе с нами.